Война в Украине демонстрирует, что безопасность носит глобальный, а не региональный характер. Иран и Северная Корея поставляют России большое количество оружия и боеприпасов. Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины, благодаря своему неограниченному партнерству и поддержке российско-оборонно-промышленной базы. Сюда входит передача материалов двойного назначения, таких как компоненты оружия, оборудование и сырье. Я призываю Китай прекратить поддерживать незаконную войну России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший военный конфликт в Европе без ущерба для интересов и репутации Пекина. Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины. Президент Путин должен осознать, что он не сможет победить на поле боя, принять условия справедливого и длительного мира, и тот факт, что Украина является суверенным и независимым государством. Я призвал всех союзников продолжать боевую поддержку, особенно во время этой тяжелой фазы войны. 6 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Стоутенберг призвал Китай прекратить поддерживать войну России в Украине и заявил, что помощь Пекина стала важным фактором продолжения войны. Стоутенберг предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно сказаться на его собственных интересах и репутации. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не хочет, чтобы Китай, у которого безграничные партнерские отношения с Россией, выступал в качестве посредника, но надеется, что Пекин окажет большее давление на Москву с целью прекращения войны.